я не знаю у меня до этого не было опыта рассказывать о своей жизни широко но я искренне надеюсь что я действительно могу быть каким-то таким не знаю примером кого-то даже вдохновить для меня это важно поэтому спасибо спасибо дорогой редакции что дали возможность вот так вот порефлексировать и поделиться опытом что можно вот в этих тяжелые времена так вот жить и для начала важное от редакции всемирная организация здравоохранения еще в 1990 году исключила гомосексуальности списка заболеваний позже сексуальную ориентацию перестали считать болезнью в том числе китайская психиатрическая ассоциация и минздрав рф и до сих пор никто из них не передумал кстати гомосексуальность есть у полутора тысяч видов животных и это разновидность нормы короче говоря гомосексуалом стать нельзя им можно только родиться среди наших источников журналы science и new scientist всемирная организация здравоохранения минздрав российской федерации как изменилась ваша жизнь вашей семьи после 24 февраля 2022 год казалось бы прошло то всего полтора года может быть больше но я помню свое первое ощущение про то что это будет очень долго а еще я помню некоторую долю воодушевления на тот момент начала войны меня встретилось огромным количеством дел в работе в вода инфо я порой там не знаю меня например его для фортовском суде в один день было 20 дел когда привозили людей прямо автобусами линия прям вот заядлых активистов вроде тебя абсолютно случайных людей которые вышли бороться по зову души и это меня дико вдохновляло потому что сталкиваясь в том числе судебной системой люди раскрывались они начинали говорить и анализировать вещи формулировать то что их заставило бороться с войной как раз это действительно мощно своего рода как не знаю французов от называлась революционная разминка когда профс французский профсоюз в начале прошлого века протестовали бастовали и прочее только для того что получить опыт забастовки сейчас многие сомнения отпали многие страхи ушли и я просто живу работаю и я рад что моя семья сохраняется поддерживать меня в этом сейчас мы вместе с робертом уже более трех лет это радует и вот собственно помимо просто брака семьи у нас еще есть какое-то общее дело которое нас объединяет 223 дело и 220 доверителей цифры на момент вот этих съемок в офисе одной из крупнейших российских правозащитных инициатив она появилась вскоре после начала войны в мае 22 17 мая в международный день борьбы с гомофобией с тех пор владимир комов вместе с коллегами уже не раз привлекал к ответу целые преступные группы обыгрывал систему спасал лгбт людей там есть очень интересные дела вопиющие дела где есть полное нарушение сроков давности привлечения к ответственности время проверки есть дела которые высосаны из пальцев которых нет никаких абсолютно доказательств кроме к там не знаю того что написала без конкретики дочка бывшего сенатора мизулиной основном мы все практически все то более чем 20 человек из 30 нашей команды это юристы а многие из нас имеет адвокатский статус но в то же время большинство из нас имеют в том числе огромный опыт в лгбт-движении я родился в этой стране я искренне убежден что задача любого человека который по крайней мере осознает себя изменить мир вокруг объясните мне основания задержания представьтесь я не совершал никаких противоправных действий но один мой меня задерживают за то что я проводил одиночный пикет разрешенный второй статьей закона номер пятьдесят четыре фазе я как-то вот умею например при общении с полицией или государственными органами собраться и сыграть роль такого серьезного сурового человека и поэтому у нас просто есть разделение ролей роберт тоже во многих вещах более дипломатичен более силен чем я поэтому тогда его можно тоже считать главным да среди самых громких побед владимира роберта и команды в 2023 одно дело двух блогеров вот этих у меня зовут хаоян я китайец я не кореец я не кыргыр я не казахстан казахстан казахстанец или казахстан но я я я я я я я я кидаец ну запоминайте чайни свой мне двадцать лет я сейчас учусь в казани университете кфу на втором курсе лингвистика да лингвистика меня зовут гела мне 22 года я наполовину грузин наполовину русский я всю жизнь жил москве сейчас я переехал к своему парню уже как год самым парню в казань 5 апреля 23 года в казани по доносу были задержаны блогеры гела и хаоян их обвинили в лгбт пропаганде и не только порнография которая есть в их видео это то что двое мужчин сидят на одной постели застеленной одеты а на их фоне есть сердечко вот за это их пытались обвинить в распространении порнографии 242 статья у коры в принципе такая что если человек сознается независимо от того как его заставят то там можно признать все что угодно поэтому страх за ребят был очень обоснованный в итоге суд прекратил дело против гела гагишвили после апелляционной жалобы его защитников однако блогерам все-таки пришлось покинуть россию сюй хаоян был депортирован его с нетерпением ждала родина в лице китайской полиции удалось перехватить удалось в том числе через привлечение спецпроцедур он добиться изменения маршрута чтобы хаоян смог сбежать в ереване и не попасться китайским властям в делах которые сейчас заводят в отношении менее известных лгбт людей случайных лгбт людей побед еще больше порой просто достаточно отправить адвоката к участковому и при виде красной ксивы участковый так перепугивается что прекращает производство в отношении лгбт человека прекрасно понимаешь что никакой там фактуры пропаганды и прочего нет так что это лишний раз показывает что бороться за свои права даже в сегодняшней ситуации можно каждый раз все равно по крайней мере когда я сам иду в судебный процесс я искренне уверен что это будет победа и перед началом конкретно этого судебного процесса необходимая информация знаете ли вы что в 2019 году всемирная организация здравоохранения исключила трансгендерность из международной классификации болезней это не патология так считают и российская психотерапевтическая ассоциация что касается обвинения данное дело уникально то есть если раньше мы сталкивались скорее с делами где сама полиция ловила случайных людей то здесь сверху спущенный заказ через опеку во многом с целью в дальнейшем отобрать ребенка уникальный обвиняемый в лгбт пропаганде ян дворкин ян психолог его телеграм-канал называется откровенная лгбт плюкс а центр т это организация в поддержку трансгендерных людей таких же как ян которую он придумал и возглавляет дело на него завели по доносу а не было бы вот этого доноса как думаешь все было спокойно в твоей жизни но на данный момент других доносов у меня не было ну то есть самое какое-то говно она прилетела как раз от органа который меня здесь по идее должен защищать и сопровождает уже шесть лет что-то можешь рассказать о доносе и о доносчиках которые инициировали при твое преследование инициировала я ну соответственно из документов как в моем деле я вижу этот донос это была ирина николаевна смирнова она начальник опеки которая собственно сопровождает меня и моего приемного ребенка в доносе естественно говорится о том что у меня есть вот такой канал где на ее взгляд я занимаюсь пропагандой это может вредить моему ребенку несовершеннолетнему и прививать ему нетрадиционные ценности и она просит МВД взять под личный контроль и сообщать ей сразу обо всех изменениях и готова всячески содействовать этому делу праздник правосудия у нас сегодня страшнее всего даже нет эпидемия доносительства страшнее всего что за этим следует эпидемия насильственных преступлений в отношении лгбт людей мы буквально закончили недавно районный суд юзинский по делу об 11 подставных свиданиях совершенных организм преступной группой которая действовала из соображений санитары леса борьба за ислам борьба за мусульман на территории россии они нападали на гомосексуалов пытались вырабатывать ногти записывали видео ужасные подробности даже не хочу говорить у них огромная история и в на суде их главарь откровенно не понимал за что за что его наказывают я вот в узбекистане у нас есть за это уголовная статья и вообще не знаете путин разрешил и вот это путин разрешил она все больше и больше прослеживается как раз в результате принятия вот этих ксенофобных агрессивных бесчеловечных и гуманных законов хочу обратиться и ко всем гражданам страны не только к тем коллегам которые в зале находятся ко всем гражданам россии разве мы хотим чтобы у нас здесь в нашей стране в россии вместо мамы и папы был родитель номер один номер два номер три совсем спяти лежит разве мы хотим чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения которые ведут к деградации и вымирание чтобы им вдалбливали что кроме женщины и мужчины якобы существуют еще некие гендеры и предлагали сделать операцию по смене пола разве мы все этого хотим для своей страны для своих детей мы замечаем что количество насильственных преступлений сегодня растет и растет и конечно мы готовимся к тому что в следующем году еще больше нам придется работать именно с уголовкой что такое подставное свидание это организованная группа которая действует с целью там заманить под предлогом не знаю знакомству провести приятный вечер заняться сексуальными утехами прочим лгбт человека заманить его куда-то либо с целью его ограбить а чаще всего с целью и ограбить и записать какой-нибудь контент из побуждения ненависти к лгбт сообщества так например в июне 2022 года нам удалось не только просто вот по сути за две недели раскрыть дело но и собрать достаточно доказательств чтобы за эти две недели смогли сразу 15 эпизодов нападения на лгбт людей зафиксировать и задержать преступников да это сложная работа несомненно но это удается добиваться в том числе вопреки существующие внутри сотрудников полиции как гомофобии так и просто нежелание работать так на скамье подсудимых оказался главарь преступной группы и даже получил срок форужон абдуганиев просил прощения и облегчение наказания мне всего 28 надо обзавестись семьей и мать сердечница не выдержит конец цитаты вместо 15 максимальных лет даже вместо девяти лет которые указывал прокурор суд дает семь лет ну это это еще большой срок для подобного рода преступлений просто небо и земля с тем что мы видим в отношении гражданских активистов когда за одно слово неудачный пост или даже перепост людей отправляют на 8 и 9 лет такой хороший сталинский срок здесь же откровенное попустительство приговор будет обжалован сдаваться никто не собирается и все таки это успех когда суд превращается в лгбт акцию ну если не протеста то уж точно гордости на первое заседание помимо меня пришло два зрителя подсудимый главарь этой группировки по подставным свиданиям орал матерился обзывал нас нецензурно комментировал на весь коридор моих спутниц стран женщин и ему все сошло с рук на следующее заседание пришло 10 или 12 где-то человек зрителей и он уже как-то попритих орал конечно гадости на выходе но в зале вел себя поскромнее на следующее пришло 30 он зашел в зал суда собираясь открыть уже рот перед клеткой произнести что-то про свои традиционные ценности про мне путин разрешил и увидел 30 человек трансудей с синими блокнотиками которые были готовы записать каждую его реплику рот закрылся без единого звука все заседание он просидел в клетке почти молча односложно отвечая на вопросы своего адвоката по существу это можно считать победой даже если ему дали недостаточно суровое наказание даже если суды переносились постоянно по дурацким по идиотским совершенно причинам даже если правосудие не признала мотив ненависти в совершении преступлений то что люди пришли люди показали что им не все равно что если их обидеть они дадут сдачи что они не будут сидеть терпеть что мы не унижены и оскорбленные минимальные минимальные можете рассказать почему мы пришли сюда сегодня если как-то в двух словах то я его забирал он был на диализе забирал вместе аппаратом диализа из больницы и соответственно и делал его в течение полугода где-то потом мы сделали пересадку почки восстанавливались и он был глухой ему детский дом не выдал никакие аппараты но собственно они ему не очень подходили потому что у него была степень потери слуха когда аппараты уже плохо помогают и его в его пять лет никто не научил нижестовому языку на соответственно не дали аппараты и они не сделали кахлеарную имплантацию которая при его диагнозе собственно показано чтобы он начал слышать вот я в отношениях у меня есть ребенок это сложный ребенок от которой отказалась другая семья которое не смогло поддержать государство то есть даже с этим чертовым слухом она ничего не сделала да ну и вот просто какая какая тут логика есть да за что здесь преследование и с кем воюют с людьми которые хотят быть в семье расти детей ну то есть саша партнер я на дворкина и абсолютно законный супруг ян после трансгендерного перехода не успел сменить документы а саша сменил они заключили брак в москве в январе 23 вскоре после поста в телеграм-канале я на дворкина о заключении брака и возник донос начальнице опеки по мнению эксперта стороны обвинения чисто филологический пост о том что однополые союзы более чем естественные но у стороны защиты свой дипломированный филолог заключение про естественные которое делает сам эксперт заяна не имея ни одного слова естественные нормальные так далее за весь пост это уже извините подмена понять Владимир Винов tam виноват в совершении административных правонарушений предусмотрено часть 3 статьи 621 кодекса в административных правонарушениях на значение наказания или штрафов в размере 100 000 рублей. Ривес недворкинной, что в соответствии с частью 1 статьи 32 2 кодекса в административных правонарушениях административный штраф должен быть выплачен лицом, привлеченным к административной отлиценности и упажavicOver 60 дней за дня вступления о постановлении об вложении административного штрафа в законную силу. Ну, штраф, непонятно за что, это предсказуемо. Главное, ребенка не забрали. Защитникам спасибо. Акции превратились, вот, скорее, во что-то подобное. Но это тоже очень важно. Идем на место встречи. Срешите. Они находятся до конца, направо. Спасибо большое. Там окна с первого до восьмого. Во всех восьми окнах будут врачующиеся. Это только отчасти акция. А так это ЛГБТ-свадьба. Самая настоящая. Москва, 2023 год. 8 октября, 2023 год. Объявляют вас мужем жене. Это ваш совместный документ. Спасибо. Можете подражать этот объект и конец. Ой, уже. Оба новобрачных трансгендерные мужчины. Но один из них успел сменить гендерный маркер до принятия нового закона и живет по мужским документам. Другой не успел. Более того, теперь он не может продолжить необходимую терапию. Что может быть опасно для жизни? Закон о запрете смены пола был принят летом 2023 года. Несмотря на то, что российское медицинское сообщество было категорически против. И эта свадьба, по сути, акция против государственной трансфобии. А когда будем постремлять шум? Все уже. Они уже все. Сколько согласовано шуметь? В нашей стране ничего не согласовано. Нет, мы будем орать горько-горько и бить шампанское, когда выйдет. Будем на улицу, да. Меня зовут Вилья. И я антивоенный и квир-активист. И, к сожалению, из-за закона я не смог сменить гендерный маркер в документах. Ну, значит, не имею доступа к гендерно-акформативным операциям и гормонозаместительной терапии. Но, тем не менее, я не унываю. И я прекрасно сознаю, что вместе не так страшно. И что Т-комьюнити на самом деле очень сильная. И я хочу, чтобы оно оставалось таким и дальше. К сожалению, общая беда сближает. Но я уверена, что любовь победит любые преграды. Например, моя мама спрашивала у меня, что осознаешь ли ты всю серьезность этой акции. Типа, что осознаешь ли ты все свои последствия. И да, я прекрасно осознаю, что может дойти и до уголовного дела. Спокойно. Россия. Но я не хочу молчать. Я хочу давать людям надежду на то, что даже в этой стране может быть солнце. Я сам в такой семье состою. И у меня у самого брак с трансгендерным мужчиной. Законы на территории Российской Федерации. Поэтому мне очень приятно здесь выразить благодарность. Ну и пользу случая всех приглашаю к нам в офис, который совершенно здесь неподалеку. Можно будет, по крайней мере, согреться, поиграть в настолки и продолжить празднование. Когда мы женились несколько лет назад, выходили замуж. Грамматически правильно, потому что какие жены в браке двух мужчин. Соответственно, я был еще тогда только год на ЗГТ. Я выглядел не столь мужественно, как сейчас. Больше похож на свой паспорт. Поэтому ко мне каких-то серьезных вопросов не было. Ну, не пришла невеста в платье и чё. Единственные два неловких момента были. Первый, когда вот зачитывали эту вот клятву от сотрудника ЗАГСа. И там было что-то очень традиционное про жену, которая обещает, что дома будет пахнуть свежим хлебом. Я потихоньку закатывал глаза и про себя думал. Хорошо, в булочную буду ходить чаще. И, соответственно, какие-нибудь такие вещи. А из дурацкого один из родственников Владимира, уже напившись под конец вечера, признался ему зачем-то в туалете, что я же баба бабой и по мне видно. Парадокс в том, что он и большая часть его родственников, прежде чем увидели мои документы и услышали мой камин-аут, считали наоборот, что я трансгендерная девушка, уже с женским паспортом, но зачем-то, приехав к ним, выдаю себя за мальчика. Да, иногда представления неосведомленных людей о транслюдиях бывают настолько дикими, поэтому я предпочитаю открытость. Лучше мне зададут неудобный вопрос один раз в лицо, и я на него отвечу, как смогу и чем смогу, чем человек сделает какое-то предовое умозаключение и будет, исходя из него, меня неправильно воспринимать, делать какой-то бред месяцами, а то и годами. Я вам скажу так, для нас с вами самое страшное это то, что это ЛГБТ, эта грязь может прийти в наши дома. Что наши дети могли бы ходить под этими флагами, это для нас с вами и самое страшное. Я, кстати, заметил, что когда я мне написал какие-то экспертизы, писал заключения для справки, которые мы выдаем желающими выигрывать людям о положении ЛГБТ-людей в России, я заметил, что существенно изменилась риторика за последние годы. Что если раньше основным аргументом до СВО, до всей этой катавасии против ЛГБТ-людей было, ну они развращают детей, ну они мешают нашим традиционным ценностям в быту, но... Сначала МСВО риторика существенно поменялась. Появился такой конструкт, как ЛГБТ-люди противники режима. Причем все, что мы каким-то образом проводим западные ценности самим своим существованием в страну. Что мы первые на роль потенциальных предателей пятой, шестой, двадцать пятой колонны. Мы совершенно недавно выиграли дело по пропаганде в отношении известного блогера Влада Дурака. Это было непросто. За недоказанностью чистая победа. И тоже Екатерина Мизулина. Владислав Семенов, он же Влад Дурак. 166 тысяч подписчиков. Екатерина Мизулина изучила его телеграм-канал и подала заявление в прокуратуру. Но суд встал на сторону защиты, поскольку сторона обвинения предоставила, цитирую, пустой материал со множеством нарушений. Октябрь 23-го года. Практически большинство всех наших ресурсов – это пожертвования от российских граждан. Среди которых, не знаю, один из наиболее крупных наших жертвователей – геи-рабочий с завода. Там и мои родители, учители, врач, которые, в принципе, просто понимают, что мы занимаемся полезным делом. Они знают нас рядом. Но родители Владимира – это прям образцовый пример того, как глубоко взрослые, уже пожилые, пенсионного возраста люди могут быть толерантными, открытыми и понимающими. Они умеют такие хиппи, демократы. У нас всегда в семье были там, не знаю, домашние советы, какие-то совещания. Мы как-то все пытались обсуждать. Я никогда не чувствовал в детстве, что вот у меня нету равного с родителями голоса. Собственно, как-то спокойно учился, был олимпиадником, учился хорошо. Причем никогда не делалось из этого какой-то культ. Это было лишь исключительно мое пожелание и решение. Родители меня совершенно в этом отношении не заставляли. Гулял мало, общался с ровесниками тоже довольно мало. В компьютер играл мало, больше книжки читал. Вот так вот, когда-то, прочитав манифест коммунистической партии, я четко решил для себя, что хочу изменить мир, хочу заниматься общественными движениями. И сначала попал в профсоюзную среду, а потом уже и занялся ЛГБТ-активизмом. Наверное, и в первую очередь, я боюсь, что не смогу заниматься любимым делом. Я не смогу защищать людей. Мне придется куда-нибудь бежать. Не знаю, наверное, самый мой страшный, суровый страх – это когда мы берем на себя какое-то обязательство и его не выполняем. Я постоянно думаю о том, что если не мы, то, во-первых, может никого не остаться, а во-вторых, действительно кто-то должен двигаться, чтобы потом за нами пришли следующие поколения. И более того, я вижу, что чем больше нас, активистов, становится, тем меньше риски для каждого из нас. Поэтому ищите единомышленников. Так вы станете сильнее. Ивнем Российской Федерации, город Москва, 30 ноября 2023 года. Верховный суд Российской Федерации решил административное исковое заявление Министерству юстиции Российской Федерации удовлетворить признать международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и изобретить их деятельность на территории Российской Федерации. Все настолько тяжело, плохо и прочее, что страха как такового у меня нет. Я больше боюсь пропустить процессуальные сроки. И ровно два слова от редакции о том, что сейчас происходит в жизни Роберта Лебедева и Владимира Комова. Все, что можно сказать, чтобы не подвергать их новым рискам из-за нового закона. Буквально два слова. Работа продолжается.